В футболе вся слава В футболе зависит физическая форма и психологическое состояние футболистов, их способность открывать для себя возможности для дальнейшего прогресса. Речь идет о тренерах, людях, которые наравне со своими подопечными пишут историю команды, будь она национальной сборной страны или же детским клубом. Футбольная команда «Пульс» является многократным победителем и призером городских, а также республиканских соревнований среди детей. Все успехи клуба из Мархи напрямую связаны с Василием Викторовичем Ивочкиным, тренером, который доказал, что мальчишки из микрорайона могут добиться побед не только на региональном уровне, но и на всероссийской арене. Под его руководством «Пульс» выиграл всероссийские турниры, а воспитанники команды добились вызова в клубы ведущих Академии России и даже в юношескую сборную страны. Василий Ивочкин родился и вырос в Мархе, учился в местной школе, затем окончил колледж по специальности «Бухгалтер». Однако с этой сферой связывать свое будущее Василий не стал. С юных лет он активно занимался спортом, в особенности любил играть в футбол, выступал на городском уровне за команду «Полярник». Мечты о профессиональной карьере разрушились, когда он сломал ногу в матче Кубка Якутска. С тех пор начал играть, как говорится, для себя. В скором времени принял решение попробовать свои силы в тренерской деятельности, чтобы помочь детям достичь той цели, путь которой ему закрыла травма. Эта мысль мне пришла, честно говоря, уже где-то в районе 2000-го, 1999-го года. Я вот осознал, что хочу работать тренером. То есть уже будучи взрослым человеком, это, получается, ощущение такое было, что ну вот хочется мне тренировать детей. И именно по футболу, чтобы занимались наши дети в микрорайоне Марха. И так, получается, сложились обстоятельства, что в нашем поселке организовали клуб, культурно-оздоровительный центр. И решила администрация там у нас открыть секцию по футболу, скажем так. Моя тогда первая должность называлась инструктор. Инструктор по футболу. Просто инструктор, то есть там не было каких-то привязок по футболу. Будучи инструктором, я начал с 2001 года тренировать как раз детей именно по футболу. Начали мы с мини-футбола. Вот в маленьком зале летом тренировались, естественно, на улице, там возле школы. Были у нас еще возможности выезжать в город, там тренировались. Тренировки первого поколения футболистов «Пульса» проходили в не лучших условиях. В зимний период времени занятия проводились в старом деревянном зале, а летом команда играла на необорудованном поле. Также у нее не было нужного инвентаря для улучшения технических навыков, таких как фишки для отработки ведения мяча. Тут на выручку пришла смекалка Василия Ивочкина. На тренировке мы отрабатываем такой элемент, как, допустим, ведение между фишечек, да? Фишки нужны. Нужно поставить правильно, да, на правильном расстоянии, чтобы они не перекатывались, не укатывались, не переворачивались. И все, не могли решить, как же нам все сделать. В конце концов мы пришли к такому выводу, просто купили. Я сказал каждому, принесите дома, из дома, каждый по баночке из майонеза. Баночки из майонеза, вот этот был литровый, лука, по-моему, он называется. Все, крышечку желтенькую отворачиваешь, перевернул, поставил. Нормально так баночку на баночку поставил. Достаточно компактно можно положить там инвентарный. Мячей было мало совсем, но бывало так, что один мяч, два мяча, приходят ребят, человек 12-15. Но тренировочный процесс, соответственно, не построишь. В основном, приходилось играть или вставали они в колонну, что-то отрабатывали, ведение, передачи, удары поворотом. Но инвентаря не хватало постоянно, потому что мы там тренировались, получается, в маленьком зале очень много, били поворотом. Естественно, мячи не выдерживали. Что там один мяч, месяц прошел, и мяча нет. А мячи мини-футбольные же дорогие, поэтому с этим тяжело. Летом выходили на улицу играть, и вот нам сделали там небольшое поле возле пульса. Сейчас на этом месте стоит мини-футбольная площадка. Поставили такие железные ворота сваренные. Ну и там тоже ничего не было, просто как бы пустырь. Засыпали песочком, но привезли песок нам не тот. Такой песок получился речной, еще с такими здоровыми камнями. Поэтому мы каждый раз перед тренировкой, каждый раз перед тренировкой мы проходили, вот приходят там ребят, человек 15-12, идем в ряд и собираем там где-то камешки, туда-сюда различные щепки, которые могут там попасть в ногу, да, может травму серьезную получить. Очищали поле минут 10, мы 15, потом начинали тренироваться. Но вот тем не менее, вот тренируясь даже на таком поле, мы умудрились еще выиграть кожаный мяч. Это наша вообще была первая такая крупная победа. Мы стали чемпионами, получается, муниципального этапа всероссийского турнира «Кожаный мяч». Это в 2009 году. И на первенстве республики мы заняли второе место. Всем известно, что лучшая тренировка – это соревнования. Приобретенные навыки лучше всего закрепляются в условиях состязаний, тем более, если речь идет о детском спорте. Чтобы добиться максимального прогресса юным спортсменам, важно участвовать в выездных соревнованиях. На таких турнирах дети обретают бесценный опыт. Соперничают со сверстниками, которые играют в другой манере, в зависимости от стиля школы того или иного региона. Однако препятствиям приобретению опыта выездных соревнований во все времена становились финансовые проблемы. Ну, естественно, постоянная проблема – это было финансирование. Мы никуда выехать не могли, денег не было. Денег не было. И родители себе позволить не могли тоже выехать. И приходилось все время, говорю, изыскивать вот эту финансовую составляющую. Либо мы сами искали там через спонсоров, либо администрация нам чуть помогала, маленько город помогал. И вот так вот мы, как говорится, с миру по нитке нищему на рубаху собирали, ну и выезжали на соревнования. Не обращая внимания на все трудности, пульс под руководством Василия Ивочкина продолжал воспитывать мархинских юных футболистов и пополнять коллекцию трофеев. Помимо того, что команда оторвала детей от улиц и заняла их физической активностью, она еще и послужила весомым фактором для объединения молодежи, которая в те годы разделялась по районам. Вот у нас три района. Там «Газпром» 32-я школа, «Кирзавод» и «Марха» нужно было объединить в какую-то игру. А футболисты были как раз везде, и там, и там, и там. Потому что у нас, скажем так, там не очень дружественно все развивалось. Школу на школу там дрались, конечно, мальчишки. Сейчас такого уже нет. В тот момент было все, они себя кто-то не считал мархинскими. Кирзаводские считали себя кирзаводскими. Кто на «Газпроме» живет, «Газпромовский». Мархинские, естественно, себя считали мархинскими. А сейчас, когда уже спрашивают о них, вы ребят с мархи, да, говорят, все с мархи. И в том числе вот объединяющим стал футбол. То есть они стали все вместе играть. Они поняли, что все ребята одинаковые, нормальные пацаны. Нету никаких у них таких, значит, каких-то негативных эмоций друг к другу. Все обзнакомились. Потом у них начали какие-то общие их знакомые знакомиться. И вот так вот сейчас мархи живет, скажем, вообще достаточно дружно. Намного дружнее, чем это было тогда еще даже в 2000, скажем, первых, вторых, пятых, шестых годах. Василий Ивочкин является настоящим патриотом мархи. В начале тренерской деятельности активно занимался общественной работой. Возглавлял местный совет молодежи. За вклад в общественную и спортивную жизнь мархи Василий Ивочкин пользуется уважением каждого жителя микрорайона. Вклад вообще Василия Викторовича очень значимый. Потому что он, наверное, единственный и один-единственный человек, спортсмен, преподаватель, тренер в одном лице. Который воспитал уже, можно сказать, плеяду спортсменов. Поэтому я хочу сказать просто неоценимый вклад. И он никогда не зацикливается только на своей работе, в каких-то узких рамках. Он всегда является инициатором, участником всех тех турниров, всех соревнований, которые организуются и проводятся в нашем микрорайоне. Но что мне всегда нравится, что Василий Викторович знает все о каждой семье. Где какая трудность. То есть это же очень часто ездят на соревнования дети. И о чем это говорит? Говорит о том, что не всегда же родители могут вложиться. И Василий Викторович уже знает об этом всегда и старается таким семьям помочь. То есть в этих семьях нет, вернее в его командах, среди его детей, с его воспитанников, будем говорить, очень много детей с малообеспеченных семей, с многодетных семей, правильнее сказать. И поэтому он всегда готов прийти на помощь. Сегодня Марха развивается уже не как отдельный поселок, а часть города Якутска. По официальным данным, в микрорайоне проживает порядка 12 тысяч человек. Развивается жизнь, конечно, у нас совместно с городом. Говорю вот сейчас, что мы же часть города, развивается город, развивается микрорайон Марха. Но хотя вот бывает, что посмотришь где-то, как было 20 лет назад, ничего практически не поменялось. Ну, а в целом, конечно, в целом, конечно, у нас становится лучше в микрорайоне. Вот и даже дороги стали более-менее делать. Вот сейчас в газовиках там у нас постелили асфальт в прошлом году. Есть подъезд теперь хороший к общеобразовательной школе номер 32, там можно подъехать. Где-то осветительные мачты ставят. Я как бы более-менее так знаю эту проблему, потому что социальную, скажем, такую, потому что занимался общественной работой. Вот сейчас проезжаем, вот здесь у нас раньше был универмаг, потом, по-моему, институт здесь был, точно не помню какой. А сейчас здесь культурно-оздоровительный центр «Пульс». Наш «Пульс», скажем, вот именно клуб, с которого вышла наша команда. Но единственное, там сейчас нет спортивного зала, как таково, говорю, есть там борцовский зал. Поэтому ребята приходящие работают по вольной борьбе, там по дзюдо, а вот игровых видов спорта, естественно, там развиваться не может, потому что условий никаких нет. Вот в этой двухэтажке, вот в этой двухэтажке я прожил 20 лет. Не был год, когда мы сюда переехали. Маме дали квартиру. Я вот здесь прожил практически всю свою сознательную юношескую жизнь. Вот это мой район, здесь я самый главный, можно сказать. Знаю всех, и все, все выходы и входы, как лучше дойти, как лучше прийти. История мархинской команды начиналась в этой местности. Здесь раньше был дом культуры под названием «Пульс», имя которого и взял детский футбольный клуб. К сожалению, здание сгорело в результате поджога в 2017 году. Здесь у нас раньше была школа общеобразовательная мархинская, в которой мы учились. И в 2000 году вот это здание, получается, оно досталось мархинской администрации. Вот они из него сделали как раз спортивно-оздоровительный центр. Вот здесь вот был спортзал у нас. Здесь были у нас кабинеты для различных кружков. Вот здесь мы тренировались, и с 2001 года здесь начала история нашей команды. То есть она и организовалась, наша футбольная команда, наш футбольный клуб в 2001 году. Это вот первые наши дети, которые пришли, которые начали у нас участвовать в соревнованиях, скажем так, дворового такого уровня. В данный момент «Пульс» ведет тренировки в зале школы номер 2 микрорайона Марха, а также в спортивном комплексе Дохсун. В общей сложности под руководством Василия занимаются порядка 100 детей, разбитых на 7 возрастных групп. Детям свойственно баловаться. Обычно нарушение дисциплины встречается в группе младших юношей. Как говорит тренер, единственного правильного варианта решения этой проблемы не существует. Тренин всегда может подобрать какие-то ключи, подходы. Где-то, может быть, ему нужно порицанием, да, и то не приветствовать, скажем, порицание общекомандное. Где-то ты наедине должен ему показать какие-то его определенные, нехорошие, скажем, стороны в поведении. А где-то, возможно, может быть, даже иногда нужно и при команде это сделать. Но, как правило, это реже. Где-то, наоборот, нужно похвалить. Мы же, футбол, в первую очередь, процесс воспитания. Наша задача ведь не только первоочередная сделать их спортсменами, профессионалами. Наша задача это сделать их хорошими людьми, да, честно говоря, достойными гражданами своей, грубо говоря, своего государства. Порядочными, в первую очередь, мужчинами, если мы говорим про наши детские футбольные клубы, где, в основном, у нас пацаны занимаются. Футбол, как известно, командный вид спорта, в котором добивается успеха только в том случае, если все футболисты работают как один единый организм. Слаженные командные действия должен поставить тренер. А для этого, помимо тренерских навыков, он должен обладать авторитетом и познаниями в психологии. В моем виде, не так, как я вижу отношения между тренером и игроками, конечно, в первую очередь, все должно быть, как говорится, основано на взаимном уважении. Уважение, в первую очередь, тренера к игрокам, детям, ну и, естественно, детей к тренеру. Ежедневные тренировки, составление и корректировка плана, введение новых упражнений, решение организационных моментов. Все это требует много времени и энергии. Как правило, конечно, если тренер выкладывается полностью, естественно, он все время проводит свое с детьми. Тренировочный процесс занимает вообще все время, практически и свободное время. Естественно, это отражается негативно на семейных отношениях, потому что в силу физической просто загруженности ты не успеваешь уделять время семье. То есть детям своим, своей, скажем так, если говорить так, жене, своей второй половине. Вот это большие минусы, конечно, то, что не всегда хватает времени. Поэтому очень важно, что когда есть периоды именно отдыха, чтобы тренер отдыхал полноценно. И вот это свое время, как раз время отдыха, нужно побольше проводить с семьей. Стараться уделять внимание как раз своим близким, родителям, своим половинкам, скажем так, детям. Вот это такие минусы, которые в нашей тренерской работе, они как бы прослеживаются. В 2010 году в жизни Василия Ивачкина наступил тяжелый период. В отношениях тренера с супругой возникли разногласия, которые, к сожалению, привели к разводу. Все вот такие различные перипетии семейные, они, конечно, происходят очень тяжело. Я сейчас уже могу сказать, да, было, было. Не хочется об этом вспоминать. Но в тот момент, когда все это произошло, получается, для меня это, наверное, самый такой сложный момент был в жизни. Вот чтобы как-то себя занять, чтобы не тянуло на такие, скажем, какие-то негативные стороны, чтобы там не хотелось, грубо говоря, как у нас же русский мужик, русский человек, любит заливать горе, да, так говоря, там, или какие-то свои эмоции. И я понял, что для меня только один единственный выход – это дети, ну, то есть тренировки. Но мы стали больше тренироваться. Больше тренироваться, потому что у меня стало больше просто времени свободного. И как-то, чтобы себя занять, чтобы не погружаться в эти переживания свои, я стал больше тренироваться. А самое главное – это трудный такой момент нужно в жизни пережить просто, да. То есть тут же два выхода. Такая сложная ситуация – либо она делает тебя сильнее, либо ты начинаешь падать на самое дно, да. То есть вот и мне награда именно подтверждение того, что, как бы, я нахожусь на верном пути. Мы же стали выигрывать в этот момент как раз. В 2015 году воспитанники «Пульса» возрастной группы до 13 лет добились громкого успеха. Команда начала тот год с побед на первенствах города и республики, тем самым завоевав право представить Якутию на дальневосточном этапе всероссийских соревнований «Кожаный мяч». На этом турнире подопечные Василия Ивочкина также взошли на высшую ступень педестала. Выиграв дальневосточный этап, «Пульс» отправился на всероссийский финал соревнований, который прошел в городе Воронеж. В борьбу за медали турнира тогда вступили 12 сильнейших команд со всей страны. Испытания для юных футболистов из Якутии начались еще до начала турнира. У команды возникли проблемы с логистикой. Когда нужно было уезжать на финал, подошло время нам выкупать билеты, август месяц, самый сезон, и как раз билетов не было. А для того, чтобы нам попасть на финал, нам нужно было уезжать через два дня. Кинулись искать билеты, в городе Якутсков билетов нет. И вот смотрим, девчонки нам подсказали в агентстве, говорят, есть 15 билетов, но с города не Рюнгри. Полетите до Москвы. Нам нужно было добраться до Москвы, а то уже, естественно, поездом до города Воронеж. Ну, конечно, полетим. Тут же собираем родительское собрание, родители все соглашаются. Мы нанимаем такси, обычный микроавтобус, садимся в него, на завтра выезжаем. Утром следующего дня приезжаем в Нерюнгри, прилетает самолет, мы садимся в него, улетаем в Москву. Долетев до Москвы, команда села в поезд и отправилась в Воронеж. Несмотря на длительный путь, подопечные Василия Ивочкина смогли сохранить победный настрой. В групповом этапе пульс одержал 4 победы в 5 встречах, забив 19 мячей при 4 пропущенных. В финале турнира якутские футболисты встретили со сверстниками из новохоперского «Вектора». В основное время команды сыграли в боевую ничью со счетом 3-3. В итоге победителя пришлось выявлять в серии после матчевых пенальти. Выиграли по пенальти, причем первые пенальти мы не забили, мы били первыми, мы не попали даже в ворота. А есть такое правило, когда ты не забиваешь первым, все психологическое преимущество переходит команда, которая бьет за тобой. Это вот как было у нас в матче с корватами, да? Если бы тогда Смолов забил бы первые пенальти, а больше, мы уверены, что наша команда вышла бы в полуфинал. Вот мы не забили там, у нас не забил один из самых лучших игроков, даже в ворот не попал. Я думаю, ну все, приехали. Кина не будет, как говорится, ничего нам уже не светит. Ну ничего, судьба. И в оконцовке они начали мазать, мы забивать, и мы победили. Уверенные выступления юных якутских футболистов на всероссийских соревнованиях не остались без внимания специалистов из других регионов. В итоге сразу три игрока «Пульса» были приглашены в клубы ведущих Академии России. Так Кирилл Корольков стал игроком юношеской команды «Московского Торпеда». Якутианин, играющий на позиции полузащитника, продемонстрировав хороший уровень игры в нескольких сезонах к ряду, удостоился вызова в основную команду легендарного клуба, который сейчас выступает в Футбольной национальной лиге России под руководством экс-капитана и игрока сборной страны Сергея Игнашевича. Первый год тренировался, когда тренер его ставил все время левым полузащитником. Он играл там два месяца левым полузащитником, играл, 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 а потом тренер к нему подходит и говорит, «Корольков, а ты, оказывается, правша?» Я думал, ты левша. И поэтому он его ставил налево. То есть настолько хорошо он играет двумя ногами, что тренер даже не понял. Было такое время, что когда он мне начинал, он левой ногой вообще играть не мог. И я его заставлял прямо, вот так я с ним построже был, потому что он все-таки мой родственник, поэтому я мог ему где-то и там гайки подзавернуть, подзавернуть по-семейному. Я его заставлял практически там играть левой ногой, он плакал, упирался. Но сейчас вот левой ногой научился играть настолько хорошо, что практически как право. Другой воспитанник Василия Ивочкина Никита Фурин перебрался из пульса в Академию Краснодара. Защитник хорошо проявил себя в новом клубе и в скором времени стал первым якутянином, которого вызвали в юношескую сборную России. В майке национальной команды Фурин выиграл международный турнир под названием «Звездный путь». В текущем сезоне юношеской футбольной лиги страны Никита провел 9 матчей в составе Краснодара, в которых забил один гол и сделал один ассист. По итогам первого круга соревнований якутянин был включен в сборную лучших игроков турнира. У него феноменальная выносливость, он очень работоспособный. Вот он где-то компенсировать может своим вот этим, именно таким огромным желанием. Вот почему он играет в Краснодаре на бровке? Потому что он получается очень вынослив. То есть он пашет от штрафной до штрафной. И поэтому на хорошем уровне своей команды. Еще один уроженец Мархи Артем Соколов перешел из пульса в юношескую команду московского Чертанова. Благодаря уверенной игре якутянина пригласили в сборную Москвы, в составе которой он стал победителем первенства России. Также полузащитник добился вызова в юношескую сборную страны. В составе команды до 17 лет воспитанник Василия Ивочкина провел 25 матчей, в которых забил 11 голов. Пожалуй, самые важные взятия ворота Артем провел в октябре прошлого года в заключительной игре первого раунда отбора юношеского чемпионата Европы против команды Швейцарии. В этой встрече полузащитник, оформив дубль, помог своей сборной выйти в следующий этап турнира с первого места группы. Артема я уже знаю очень продолжительное время, потому что я работал до сборной в Чертаново и как бы видел его игру постоянно, как бы он был на виду, был один из, так скажем, игроков креативных, которые думают, играют на поле, наверное, получают удовольствие от этой игры. Ну и когда стал старшим тренером сборной 2003 года, в общем-то, сомнений никаких не было, что этот игрок будет один из, наверное, такой градообразующим в этой сборной. Во многом благодаря действиям Артема, Чертаново в данный момент занимает первое место в таблице чемпионата юношеской футбольной лиги, являясь основным претендентом на попадание в юношескую лигу чемпионов, где сыграют ведущие клубы Европы. По итогам первого круга турнира он был включен в число лучших игроков, а также признан лучшим игроком Москвы 2019 года среди юношей 2003 года рождения. Он самый младший у нас из этой тройки, самый младший. Ну, наверное, он не хотел бы этого говорить, но он такой самый, может быть, талантливый, да. Потому что он пришел, и сразу было видно, что он такой мальчишка очень способный. И когда он всегда выступал на соревнованиях, все время его выделяли, несмотря на то, в каком возрасте он играл. А он, как правило, все время играл с ребятами постарше. То есть он уже тогда выделялся тем, что он мыслил правильно. И мыслил именно, опережал свой возраст. То есть он играл с ребятами постарше и не выпадал из игры, хотя он был маленький достаточно. Он никогда не выделялся физическими какими-то габаритами. Он, получается, за счет оперативного своего мышления, и он компенсировал где-то вот нехватки, скажем, физических качеств. Где-то в скорости, где-то там в атлетизме. Василий Ивачкин находится в постоянном контакте со своими воспитанниками, обменивается с ними новостями, дает советы перед важными играми. Также тренер поддерживает общение с их родителями. Ну, вклад Василия Викторовича, это же все изначально, с детства все залаживается с ребенка. Поэтому, когда он пошел, вот эти вот азы, самые первоначальные, это заслуга Василия Викторовича, он все это вложил в него. Но это то же самое, что в школе. От первого учителя, от начальника класса зависит тоже очень многое. Что учитель даст, заложит ребенку. Так ему потом легче будет идти с пятого класса, например, да? Когда уже пойдут другие учители. Так же и здесь. Что вложил Василий Викторович в него. Потом он уже пошел развивать. Там уже он был более постарше, он уже начал развивать. Василий Ивачкин считает себя счастливым человеком. Сегодня у него есть любимая работа. Множество воспитанников, к которому он относится, как к своим детям, и новая любовь. Супруга Кристина к работе Василия относится с пониманием. Часто летают на соревнования с детьми. По учебе очень часто тоже летает повышение квалификации. И я всегда только за рост, за развитие. И всегда понимаю, ты спокойна. Ну, у нас, можно сказать, связал футбол. Миша у нас футболист. Значит, моя будущая супруга привела Мишу первоклассником тогда. И там мы познакомились. И вот этот 20-й год, это как бы отправная точка именно в моих личных отношениях, как становление моей семьи, скажем так. И на этот 20-й год я возлагаю большие надежды. И я очень доволен, что я занимаюсь этой игрой, футболом, который мне дал все, можно сказать. Во-первых, это любимое дело, мои воспитанники, у которых есть результаты. Ну и, конечно, эта игра связала нас с моей второй половиной. А свою вторую половину в жизни нужно все-таки встретить. У каждого человека есть своя вторая половина. Вот ее нужно только найти. Ну и сделать все, чтобы она была рядом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok